Еще со времен распада СССР ведутся ожесточенные споры на тему того, как же правильно называть одну из бывших союзных республик, Беларусь или все-таки Белоруссия. Русскому человеку привычнее Белоруссия, но почему-то жители этой страны зачастую обижаются, когда слышат такое название. Почему белорусы не любят такое название? После того, как Белоруссия стала отдельным государством, ее задача стала вернуть себе национальную идентичность. Одной из самых важных частей идентичности является наименование государства. Сейчас в языке бывшей Советской Республики нет такого названия как Белоруссия, есть только Белоруссия и это подтверждается местной конституцией. Таким образом, страна и ее жители имеют подтверждение того, что они отдельное самостоятельное и независимое государство, порвавшее с советским прошлым. Почему стол называют шведским? Жители этого государства очень остро реагируют на попытку назвать их страну ее старым именем. Особенно ожесточенно ведутся дискуссии в социальных сетях, где каждый первый эксперт во всех областях. Жители России не понимают такой реакции, ведь немцы не возмущаются, что в разных странах название их страны звучит по-другому, а белорусы моментально принимают боевую стойку, отстаивая свою идентичность. Однако для белорусов советское прошлое – больная тема, к которой многие не хотят возвращаться и с которой не желают ассоциироваться. Почему турки всех русских женщин называют Наташами вопрос, а как же все таки правильно? Не дает покоя не только простым гражданам, но и журналистам. К примеру, данный вопрос поднимался и на фоне недавних протестов в этой стране. Например, либеральное издание «Медуза» официально разрешило журналистам использовать то наименование, которое соответствует их убеждениям. Костыль духовности, почему так называют иконостас в православных церквях лингвисты считают, что противостояние двух наименований надуманное. Российские ученые утверждают, что в названии Белоруссия нет отсылки к великой державе, это всего лишь вариант наименования страны, входящей в состав другой страны. Также ученые призывают не подмешивать в лингвистику политику и не поддаваться на провокации. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.